Добрый день! То есть не нужно всякий раз думать про какие-то атомные электростанции, про какие-то, не знаю, там фуры, которые носятся по трассам и выбрасывают тоже выхлопные газы. Нет, экология начинается с нас, а вместо того, куда и как мы выбрасываем мусор. Причем вот лично я считаю, мусор это не только, знаете, какая-то упаковка, там телевизор. Я считаю, мусор это даже, к примеру, бычок от вашей сигареты, который кто-то считает, это не страшно, я его брошу, нет, нет. И об этом мы сегодня поговорим, что у нас обстоят, как обстоят дела с мусором в Тверской области, с мусоропереработкой, с мусоросортировкой, которая тоже начинается с каждого из нас. Как надо сортировать мусор, куда и что выбрасывать, а самое главное, почему мы так должны делать, об этом сегодня расскажут гости нашей студии, я хочу их представить. Это Татьяна Иванченко, пресс-секретарь регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Тверь спецавтохозяйства. Татьяна, добрый день! Это Герман Геннадьевич Попов, генеральный директор Тверского завода вторичных полимеров. Добрый день! Здравствуйте! И еще одна прекрасная дама на сегодня в эфире. Это Диана Головченко, экотренер и член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области. Диана, добрый день! Здравствуйте! А вы нам можете звонить по телефону 3190. Я уверен, вот, дорогие товарищи телезрители, вот этот вопрос, он касается всех из нас. Вот точно сейчас никто, и радиослушатели, кстати, вы нас слушаете на волнах 95,5 FM, радио Монте-Карло. Поэтому вот это точно касается. Никто не скажет, нет, меня это не касается. Поэтому так не бывает. Все мы мусорим. Кто чем, и тем не менее все. Поэтому звоните по телефону 3190. Это прямой эфир. Сдавайте свои вопросы, как и куда выбрасывать мусор. Что-то вам непонятно. Может быть, у вас контейнеров несоответствующих. А может быть, вы как раз не верите, что мусор нужно сортировать, потому что, дескать, все это потом вываливается в одну общую кучу в районе деревни с говорящим названием Пуково. Поэтому 3190 звоните, задавайте ваши вопросы и высказывайте ваше мнение. Ну что ж, хочется сказать, господа и дамы, но наоборот, дамы и один господин. Как у нас вообще в Тверской области обстоят дела вот с мусором вообще? Насколько наш регион замусорен? — Роман, ну совершенно верно сказано, что тема касается всех и каждого. Все мы производители мусора, кто активнее. — Даже маленький ребёнок. — Даже маленький ребёнок, естественно. — Подгузник. — Бамперс, да, тот же самый. По статистике Тверская область производит мусор 700 тонн в год. Каждый из нас где-то около полутонны, опять кто-то больше, кто-то меньше. Вот такие цифры. — 700 тонн, а каждый около полутонны? — Да. Ну это в среднем там берётся. И кто-то 400, ну соответственно, плюс-минус. Вот. И в 2019 году стартовала мусорная реформа, потому что, в общем-то, ждать уже никак невозможно. — А почему, Татьяна, давай напомним, почему такая сложилась ситуация, что, как говорится, уже дальше нельзя терпеть? — Ну дело в том, что, в принципе, в стране переработка достаточно вяло шла, в отличие, например, от той же Европы. Страны там тоже в разном порядке присоединялись к этой... — Да, Европа — это есть Албания, есть Германия, мы все понимаем. — Да, да, разная ситуация в разных странах, но тем не менее, кто-то уже десятки лет, и жители постепенно к этому приучаются, что невозможно сразу новые правила в жизнь внедрить, поэтому, естественно, процесс постепенно, не по щелчку пальцев происходит. — И там штрафы очень большие. — Да, большие штрафы в тех же цивилизованных странах, да, за неправильную сортировку мусора. У нас штрафов нет, мы учимся ещё, да, каждый из нас. Вот. И вопрос с несанкционированными свалками тоже стоял остро. — Да, и стоит. — Да, и рекультивация полигонов, ну, сортировка, переработка прежде всего, да. Вот. Самый эффективный способ сокращения мусора — это всё-таки раздельный сбор отходов. Вот. Понятно, что и потребление, разумное потребление, когда мы начинаем думать вообще, эта вещь нам нужна или нет, или, возможно, купить аналог, да, который может быстро переработаться или, ну, в земле там разложиться, это да. Но, тем не менее, один из важнейших инструментов — это раздельный сбор отходов. И именно в связи с реформой, начавшейся в 2019 году, вот стала внедряться эта система в регионах. И хочу сказать, что мы достаточно успешно в этом плане выступаем. То есть по исследованию «Гринпис», которые провели, да, в марте, мы вошли в тройку лидеров. — Дверская область нам пояснить. — А, Тверь. — Давайте тоже пояснять, кто вошёл и куда. — Да, Тверь вот в составе городов такой численности населения вошла в тройку лидеров. Это учитывалось доступность жителей к раздельному сбору отходов к системе. У нас практически в каждом дворе есть синий контейнер, то есть я поясняю, да, у нас разъяснительная цель. У нас дуальная система внедряется, ну, так же, как и вам. — Перебью, извиняюсь, мы к ней чуть попозже перейдём. Чуть попозже. То есть Тверь, у меня сразу вопрос, мы в тройку вошли, просто принято считать, что Тверь, ну, не самый успешный муниципалитет, среди областных центров, ну, сами знаете, я даже молчу, не будем брать такие города, как там Екатеринбург, миллионники, понятно, но даже среди сходных, там нам часто приводят, к примеру, Липецк, к примеру, такие города там, Ярославль и так далее, а тут мы вошли в тройку. Мне поэтому интересно, за счёт чего вам так удалось. — Вот я и хочу сказать, что дело в том, что у нас дуальная система продолжаем. — Нам же когда внедряли, говорили, что она уже есть, дескать, или это какой-то... — Можно я добавлю здесь. — Нужно, нужно. — Да, я хотел сказать, что Татьяна правильно сказала, что это, раздельный сбор, это инструмент, но вывозить мусор можно по-разному, можно целиком вывозить его машиной. Важно собрать весь мусор, это первое. — Как можно более чистым. — Да, я как переработчик, дальше скажу о том, что, конечно, для нас архиважно собрать его чистым, всем переработчикам. Вот в этом смысл как раз инструмента раздельного сбора. Но вместе с тем Тверская область в реформу вступила подготовленной, как никто другой, наверное, не принимая во внимание Москву и Санкт-Петербург. Ведь именно Тверская область была застрельщиком раздельного сбора в стране, и Тверской завод вторичных полимеров, как входящий в группу компании «Экотехнологии» и «Ржевмаш» предприятия, также нашей группы, инициировали года три назад уже первое размещение контейнеров для раздельного сбора. — То есть, опять-таки, извиняюсь, перебиваю, просто мне все как-то до сих пор не укладывается, вы говорите, в первой в стране. То есть, опять-таки, на фоне таких успешных больших муниципалитетов, там, Тверинбург, Казань, Новосибирск, то есть, мы даже опередили вот такие города? — Я не скажу, что мы были первыми, но мы были в числе первых. — В числе? — В числе, да. Это были, мы буквально были вторые, наверное, в этот момент. И из тех, кого вы упоминали, на первом месте были не они, это было Поволжье, там был регион, да. Но мы вошли подготовленными. Мы разместили, собственно, мусоровозящая компания в то время разместила, она сделала заказ на Ржевмаш, он выполнил, более 700 контейнеров, по-моему, было поставлено в город, и все увидели оранжевые контейнеры. — В Твери? — Да, в Твери. И вот в этот момент приемщиком всего сырья выступал Тверской завод вторичных полимеров, который расположен на химволокне. — Оранжевые контейнеры тоже, поясним, это для пластика? — Это были контейнеры для пластика, да. — Которые, да, просто не у всех они с контейнерами ассоциируются, знаете, очень многих называют клетками. — Ну, правда. — Клетки, сетки. — Сетки, да. Ну, контейнеры все называют вот эти пластики, как раз на колесиках. — И вот этот первый удар приема этого мусора был принят в основном заводом. Привозилось вначале по машине, потом по две машины в сутки. Это были те же самые мусоровозы, но они привозили только пластик. — Из этих вот оралижевых? — Да. Людей очень, вероятно, сильно нервировало людей то, что приезжает тот же самый мусоровоз. Но отличие было в том, и люди этого не знали просто, что мусоровоз берет исключительно пластик. И он тогда, собирая все корзины, привозил их к нам. И мы увидели, что в первый момент там была большая замусоренность, очень большая. — Не пластиком. — Не пластиком разным. — Все подвесно. — Да, но очень быстро, очень быстро стало приходить в норму. И в течение года люди, ну, надо сказать, что население морально было готово. — Это правда. — Терман Геннадьевич, извините, я вас перебью. У нас очень быстро подошел первый рекламный блог, после которого мы продолжим говорить о сборе мусора. 300-190 звоните, не переключаясь. Очень актуальная тема — сбор мусора. — Очень. — Очень. — Итак, снова в прямом эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим об очень актуальной проблеме для нашей любимой страны России, а именно мусор. Да, да, к сожалению, у многих наша страна с мусором ассоциируется, поэтому мы сегодня поговорим о том, что надо сделать, чтобы эта ассоциация, ну, хотя бы стала меньше. А в идеале сошла она нет. — Вы знаете, мне бы сразу хотелось сделать такую вот ремарку по поводу того, чтобы называть все-таки это не мусором, да, то, что можно сдать в переработку, а отходами, ну, по крайней мере, или ресурсами. — Это филология же, мусор, отходы... — Вы знаете, на самом деле для людей копаться в мусоре... — А в отходах копаться нормально. — Ну, ресурсы, хорошо, есть еще слово ресурсы. — Ну, это, знаете, как вот инвалиды и люди с ограниченными возможностями. Это уже игра словами... — Это можно как угодно относиться... — Вы знаете, я что хочу сказать, почему я, собственно, завела этот разговор, эту тему, потому что для людей еще очень важна мотивация, да, зачем они это делают. И вот сейчас очень часто я как экоактивист, да, человек, который проводит публичные мероприятия, общаюсь с людьми, ко мне часто обращаются с этими вопросами, куда там что сдать. И я слышу очень часто от людей о том, что... Мы должны это делать. То есть люди на этом зарабатывают деньги, почему я должен это все складывать вот в эти вот сетки. Вот это тоже такой очень важный момент. — Сферичный вопрос, скажем, для чистоты и родной природы. Вот, вот, и я просто про это и хочу сказать, что у нас как-то в обществе немножко, ну, пропала такая ценность, как любовь к природе. Вот об этом тоже стоит, я считаю, что говорить, упоминать, потому что это не только забота, ну, чисто эстетически, да, чтобы не существовать, уменьшить количество свалок, да, потому что это наличие самой свалки... — Извините, я вас перебью, надо показывать телефонный звоночек. — Ага, хорошо. — Здравствуйте, слушаем вас. — Здравствуйте, Александр Анатольевич. Вы знаете, я глубоко убежден, что наша дверь может и должна стать городом образца чистоты и порядка в наших дворах. Понимаете, и все для нас у нас для этого сегодня есть. Вот, но начать, я считаю, что нужно из направления это привезти наши мусорные площадки в надлежащий вид. Баки, которые находятся, на некоторых нет крышек. Если они есть, они большие. Нужно просто привезти хотя бы в нескольких дворах, какие должны быть наши мусорные площадки. Большинство наших людей, да, жителей, дисциплинированные люди, они выкидывают, соответственно, в пакетиках, как полагается. Просто нужно создать вот эти площадки, показать, какие они должны быть. И люди, собственно говоря, примут эти условия, потому что все мы оплачиваем немалые деньги за вывоз мусора. И для этого нужно просто нашим властям поработать в этом направлении. Сделать закрывающиеся крышки, удобные контейнера должны быть. Понимаете, и тогда никто не будет кидать. А если какие-то маргиналы найдут, найдутся у нас такие люди, которые будут кидать. Сами жители их начнут воспитывать. Поэтому здесь нужно властям прежде всего предложить образец мусорной удобной площадки, как у нас в Европе делается. Мы же все прекрасно видим, там все закрывается. А у нас контейнера все открытые, соответственно, птицы начинают питаться здесь. Разводится их столько, что они мешают спать жителям, понимаете? Ну, это же цепочка безобразия начинает. Скажите, Александр Анатольевич, а что вы имеете в виду под большой крышкой? Крышка бака, ну, она метр с лишним такая широкая, большая. И ваш корреспондент показывал в своем репортаже, как неудобно поднимать. Эта крышка грязная, понимаете? Естественно, люди вместо того, чтобы поднимать, поставят рядышком. Поэтому создайте удобные условия для людей, и люди будут выполнять их. Здесь несложно. Именно здесь инициатива должна от профессионалов, которые прекрасно должны знать условия, как везде. Спасибо вам большое за звонок. Профессионалы согласны с претензиями к покрышке? Недавно сюжет был на эту тему. Я поясняла, что региональный оператор закупил большое количество контейнеров. Если по нормативу 1% всего лишь от тарифа выделяется на контейнеры, то мы в десятки раз больше тратим, расходуем средств сейчас на эти цели, понимая потребности, необходимости всего региона в новых емкостях для сбора ТКО. И в Твери практически во всем городе обновлены контейнеры. То есть везде стоят новые контейнеры, евроконтейнеры пластиковые, с крышками. Удобные крышки-то? Крышки по размеру контейнера. Человек говорит, большие. Да. Дело в том, что в этом сюжете показывали, как журналист открывал эту крышку снизу. Потому что контейнеры стоят незакрытые крышками. Люди не хотят открывать руками крышки. Грязный человек же говорит. Люди не хотят крышки открывать. Соответственно, крышки есть. Крышки присутствуют на контейнерах, они открытые. Но претензия была, что она слишком большая. Но если ее вот так открывать, то это действительно неудобно. Но когда контейнер закрыт, не будет такой амплитуды. То есть надо будет приподнять чуть-чуть. Но дело в том, что есть варианты. В Европе тоже не около каждого дома. Вот стоят такие, я смотрела, изучала. То есть там, в общем-то, условия сбора, может быть, достаточно более жесткие. И не так комфортно собирать тот же самый на раздельной фракции мусор. Но есть варианты педаль, например. Нижняя педаль и крышка открывается. Но в той же Москве, да, уже отказываются от таких вариантов. Потому что это удовольствие дорогостоящее и быстро выходящее из строя. Поэтому, ну, как бы, я думаю, что вот региональный оператор со своей стороны закупил достаточно, ну, и эстетично выглядящие, и удобные контейнеры. По всей Твери расставлены именно новые. И в ряде муниципалитетов тоже. Вот. Ну, и если возвращаемся тогда к раздельному сбору отходов, то вот появились тени. Спасибо, да, действительно. Вот нам очень повезло, что на нашей территории один из крупнейших заводов по переработке пластика. В Тверской области. Да, и вот законодатели МОД, да, были, подготовили наше население. Население Твери. Население Твери. Нас просто смотрят и по области. Да, и по области. Игорь Геннадьевич, я почему уточнял, сказали, Ржев, в город, и чтобы понимали телезрители, в какой город вы... Да, ну, сейчас идет работа по распространению системы и дальше, но в основном Твери сейчас охвачена. Дуальная система, опять же, я вот все-таки для разъяснения, да, то есть это предполагает наличие двух контейнеров, двух цветов на площадке, зеленые и синие. В синий контейнер идет как раз те фракции, которые будут отправлены на переработку. И чтобы люди видели, что, да, ни в одну кучу это все сваливается, у нас синие контейнеры забирают синие мусоровозы, ну, или забрендированные под синий цвет. И только так это происходит, сбор отходов. Только синие, да, из этих синих. Да, только синие машины, синие контейнеры забирают. И что я хочу сказать, наверное, и благодаря тому, что подготовка была, да, когда мы разговаривали в Москве по поводу внедрения в Московской области дуальной системы, сказали, что там, где контейнеры должны быть под вторсырье, вначале только 20% можно было отобрать полезных фракций. Остальное все мусор, который не перерабатывается, или грязный в том состоянии, который нельзя отправить на переработку. У нас, например, практически сразу мы достигли 70%. То есть на полигоне сортировочная линия, она была вот модернизирована в декабре, я напомню, и увеличена мощность ее. И, естественно, синие машины сразу вывозят эти отходы на ленту сортировочную, и практически 70%. Ну, это, я считаю, круто, и это аплодисменты нашим жителям, землякам. Спасибо большое, да, что относится ответственно к этому. И, ну, вот, в общем-то... Татьяна, вот в плане популяризации, да, и ликбеза, поясните, какие можно туда складывать, соответственно, отходы и ресурсы. А вот мы как раз сейчас и хотели, да, давайте все-таки вот это, Герман Геннадьевич, вы тоже, пожалуйста, поясните ее. Давайте вот всем телезрителям еще раз вот нормально, членораздельно... Это важно. ...разъясним, да, про мусор, вот опять, что значит грязный мусор, он весь, в принципе, грязный, за исключением, может быть, упаковки от конфеты. Итак, еще раз, давайте, что мы кладем, это очень важно, в синий ящик. По пальцам, что есть, по пунктам. Ну, во-первых, для того, чтобы было это понятно, да, мы забрендировали... Вот, обращу внимание, что на некоторых площадках есть синие сетки, а на некоторых синие контейнеры. Функция их одна и та же. То есть туда идет то, что потом легко отправить на переработку. Это стекло, пластик, бумага и металл. Бумага, понятно, стекло, все понятно. Давайте сразу пластик. Пластика большое количество. Какой пластик? А, я думаю... Герба Геннадьевич, давайте. Маркировка. Всем интересно. Пластик, я, конечно, могу сказать, как переработчик того, что мы перерабатываем. Что все пластики в стране, я специально взял такую... Ну, ее, конечно, не видно сразу, говорю. Возможно, это будет видно в камеру. Все пластики в мире, не только у нас, делятся на семь категорий. И из них, это первое, это ПЭД, это бутылки, из которых мы пьем в основном. Но в то же время сейчас... Геннадьевич, видите, Бугаради вас перебью, телефонный звонок у нас говорят. Потом мы обязательно продолжим. Это очень важнейший момент. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это с проспекта Победы звоним дом номер 6. Мы с 65-го года дом, и во дворе стояли у нас мусорные контейнера. Общежитие, рядом с нами дом 6А. Директор общежития все контейнера увезла. И мы сейчас мусор кладем на землю, где стояли контейнера. Там и детский садик, и детская площадка, и там и мыши уже бегают, и запах идет такой. Ну, сейчас то, что вот дожди, а жара была. Мы уже сколько-то обращались в администрацию, и никто ничего не может решить. Одна, одна общежитие сейчас пустое, а нас она лишила. 100 человек. Шестой дом, восьмой дом, седьмой дом. Спасибо вам большое за вопрос, Татьяна, так понимаю, это тебе. Очень важный вопрос, да. Пожалуйста, потому что мы продолжим сортировки. Я и знаю эту ситуацию, в общем-то, у нас было уже обращение, мы со своей стороны. Значит, за площадки отвечает муниципалитет. За точки, где они находятся, и за оборудование площадок отвечает муниципалитет, ну, либо управляющая компания, если площадка находится на территории, на придомовой территории. Что делать с жителем конкретно? Жителям, ну, как нам поступил сигнал убрать контейнеры с данной точки, это была комиссия, она обследовала, в состав которой там были представители администрации города и области, да. И они постановили убрать эту точку из реестра, соответственно, мы убираем, то есть, контейнеры с этой площадки. И нужно было, там было с их стороны направлено обращение в управляющие компании, со стороны администрации города или района, ну, это центральный район, да, было обращение в управляющую компанию, по-моему, Китиш, чтобы с собственниками они решили, в каком месте будет точка. Ну, как бы собственники не рассмотрели, я так понимаю, что там близость детского сада сработала, возможно. Я так понимаю, что не решили до сих пор. Значит, эту ситуацию не решили, но когда к нам поступило обращение, мы пояснили со своей стороны, почему убрали контейнеры, и обратились в администрацию центрального района. Убрали, хорошо. Вот что делать? Вот человек нас смотрит, ждет ответ, что ей делать? Необходимо с управляющей компанией и с собственниками решить этот вопрос, точку эту, чтобы дать информацию в центральный район, чтобы они внесли в реестр новую точку, ну, по оборудованию, там, я не знаю, если эта площадка была оборудована, я ее, ну, визуально сама не видела, да, то есть, может быть, перенести эту плиту на новое место, и будет поставлена она в реестр, и мы тут же установим контейнеры. То есть, людям, проживающим в этом доме, надо пойти в свою управляющую компанию и попросить их за грудки, товарищи, быстро определить, где будет стоять площадка. Ну, определиться, наверное, с собственниками надо. Да, собрание проводится. Ну, а с собственниками жильцы? Да, заочные. Я говорю, жильцам надо обратиться в управляющую компанию и сказать, давайте быстро определяем место. Да, конечно. Это центр города, фактически. Конечно, надо решать этот вопрос. А что-нибудь там, а то там какой-то гарлем, получается, устраивать. В итоге, получается, мы по запросу вывозим это уже как несанкционированный навал. Нам поступает обращение, мы его вывозим, но это не цивилизованное решение. Хорошо, возвращаемся снова к сортировке Герман Геннадьевича. Итак, вы начали, что первая категория мусора, это вот у вас красный, это пластиковая бутылка. Давайте, может, Герман Геннадьевич сразу на примере. Потому что, верно я понимаю, бутылки. Минеральная вода, квас, к примеру. Пятилитровые бутылки. Пятилитровые. Если посмотреть на дно бутылки, то на бутылочке, из которой мы пьем, различные, будет единичка стоять. Это PET. Также сейчас вы замечаете, что в торговых сетях весь подложки из полистирола, который был ломкий, мягкий, они начинают заменяться на твердые, прозрачные или непрозрачные пластики. Это тоже PET. И за этим тоже будущее. Это лоточки, например, в нарезке. Это торты и пирожные запечатанные. Сразу пример, очень важный пример. Это оттянутый бутылок перед эфиром. То есть, и сразу давайте поясняем, это надо кидать в синие ящики? Да, это можно туда бросать. Еще с переработкой этого не так все просто, но завод над этим работает. Извините, да. Мы сначала давайте определимся, расскажем, что кидать. А потом я хотел обязательно спросить по поводу переработки. Давайте все-таки нас смотрят. И по поводу того мыть не мыть тоже. Тоже обязательно скажу. Итак, значит, из-под минералки, вот эти все большие, из-под нарезки, как вы сказали, из-под тортов, это можно кидать в синие ящики. Но не в спененный полистирол, который вот толстенький, его не перерабатывают. В спененный не кидаем. Не кидать его и лучше не покупать. Да, лучше не покупать, это токсический материал. Если купили товарищи, куда девать его? Да, в мусор. В спененный, в мусор. Вот это, собственно, это куры, к примеру, да? Мы покупаем куры? Курица. Ну, в чем? В подложке, да. Это полистирол. Да. Это токсичный материал, он вообще для пищевой промышленности не очень подходящий. Но это важно людям тоже донести в качестве ликбеза, чтобы люди это не покупали. Старого типа лотки, их не нужно бросать туда. И одноразовую посуду, конечно, не нужно бросать, потому что она вредит переработке очень сильно. Именно поэтому она запрещена уже в Европе. Надеюсь, у нас тоже будет запрещена. То есть вилки и тарелки вот эти белые не кидаем в синий ящик. Да, и крайне сложно потом вытащить. Вообще лучше отказываемся. Лучше отказываемся, да. Давайте, тут худший случай, если человек купил, допустим. Да, выделяли вообще-то всю пластику от этого отказываться. Но тем не менее. Итак, еще раз просто дальше. Далее. Есть пластик под номером 2. Это, например, флакончики из-под шампуней. Из-под бытовой химии. Такие же тоже бывают под номером 5. Это полипропилен. Двойка – это полиэтилен низкого давления. Можно кидать сразу. Да, это можно и нужно. То есть из-под шампуня все, что вот это конечный шампунь, мы можем кинуть в синий контейнер. Да, туда же относятся всякие небольшие канистры. Сейчас много пошло кефира, молока в таких небольших канистрочках. В канистрах? Да, именно маленькие канистры, литровые, 700 грамм. Сразу вспомнил, кефир или молоко. То есть вот это все мы тоже покупаем, и это все можно выкинуть. Да, молочная бутылка. А вот то, что оно жирное, это как-то влияет на переработку? Это влияет уже у переработчика. В частности, я хочу сказать, что мы, конечно, в чем сложность бизнеса переработки, например. Такая частность уже в том, что переработчик, покупая сырье, вроде бы пластик, на самом деле еще покупает жидкость, которая там остается. Или остатки. И сколько ее, никто никогда не может спрогнозировать. И в этом сложность этого бизнеса. В частности, например, молочная кефирная бутылка, мы сами взвешивали, вот она весит там условно 38 грамм или 40. После кефира, если ее достать, она вроде бы пустая, но она весит 93 грамма. Какой хороший кефирный кефир-то был. Да, пластика там нет. Это все кефир. Хорошо, дальше. Итак, значит, из-под молока, вот это канистры, бутылки из-под молока и кефира. Ну, кидаем дальше. Есть пластик номер 4, это всякого рода пленки, то есть ПВД, полиэтилен высокого давления. Это пленки, которыми там часто мебель обматывается, такие вещи, пакеты. Пакеты в меньшей степени, вот просьба, конечно, все, что касается стикера, там, где есть упаковка. Снова извиняюсь, перебью, у нас опять реклама, буквально ненадолго, дорогие телезрители. И мы продолжим рассказывать вам о том, какой мусор и куда надо кидать. Это очень важно. Буквально небольшая реклама. Реклама. Что такое вуху? То самое чувство, когда открыл туборк безалкогольный. Где бы ты ни был, почувствуй вуху с туборк безалкогольным. Сейчас для нас, предпринимателей, непростое время. Особенно для таких нерешительных, как я. Но именно таким предпринимателям, как я, Альфа-Банк говорит, своих не бросаем. Откройте бесплатный счет для бизнеса, не выходя из дома. АО «Альфа-Банк». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Мы снова продолжаем эфир программы «Тема дня». Звоните телефон 3190. Говорим о мусоре. Сейчас конкретно идет разговор о том, как нам сортировать мусор. Какой мусор считается пластиком пригодным для переработки, какой нет. Итак, последнее, на чем мы остановились, это еще раз упаковка мебели, полиэтилен. Да, полиэтилен высокого давления, это пленки. Какие пленки? Вы поясняете зрителям. Да, упаковка мебели, упаковка телевизоров, например, бывает часто, пультов. Это все полиэтилен. Единственное, чего бы не хотелось сейчас видеть, это тоже полиэтилен. Это упаковка, которой упакованы колбасы, сыры, где есть стикер. Это большая проблема сейчас, для нас, по крайней мере, сейчас. Именно приклеение стикер. Да, избавиться от него непросто, вес его довольно большой, и остатки органики этой, они довольно серьезные. Это можно переработать, для нашего завода пока это сложно, но, тем не менее, мы над этим тоже работаем. То есть, любой полиэтилен можно, еще раз тоже уточню, полиэтилен, в который батон хлеба кладем, полиэтилен, в который мы отрываем в гипермаркете, чтобы картошку наложить, взвесь, это выбрасываем, идет на переработку. Да, это очень большой процент полиэтилена, вот этого. А еще крупы очень тоже. Крупы. Потом, опять-таки, то же самое, еще раз говорю, набор, который бывает, закрывают сверху. А вот бумага вот эта, которая пищевая, ну, не бумага, а полиэтилен, который заматывает, ну, пищевая, так называем пленка. Да, это тоже перерабатывается, но, к сожалению, в чем трудность именно по пленкам? Их крайне сложно затем сортировать. Они, к сожалению, перерабатываются по-разному, потому что назначения их потом разные. Если мы все пластики или пленки смешаем в одну, у них не будет тех свойств, которые нужны для чего-то конкретного. И мы в итоге получим, можно сделать из нее гранулу, но это будет продукт для низкосортной дальнейшего использования. Например, там ящики под овощи. Но зачем же так обходиться с хорошим материалом, да? Если пленка, которая, вот там была упакована мебель, телевизор, это хорошая пленка, толстая, мы ее, мы, например, очень много перерабатываем вкладышей в бигбеге. Бигбеги – это такие огромные метр на метр сумки, можно сказать, и мешки. В них есть вкладыш внутренний, например, удобрения в таких возят, там, пилеты, еще какие-то вещи. Вот этот вкладыш вытаскивается, он идеально хорош для переработки. Из него получается прекрасный продукт, который потом можно отправить, например, на производство пакетов или там, условно, другой продукции. Но у него есть свойства. Каждый пластик характеризуется там своими свойствами. И если их смешать, то никто нормального продукта не сможет из этого сделать. Дальше. Так вот, завод из номеров пластика от одного до семи сейчас перерабатывает четко четыре. Первый, второй, четвертый, пятый. Мне кажется, мы только до третьего дошли. Вот я не сказал о третьем. Это ПВХ. Это, например, остатки от окон, например, пластиковых. Это вот ПВХ. Например, этикетка. Вот многие там, Липтон, например, еще какие-то есть. Но многие производители используют, к сожалению. Обтягивают бутылку термоусадочной упаковкой. Вот эта упаковка, это часто ПВХ. И эта упаковка, она перерабатываемая, но крайне трудно. Во-первых, на чем, собственно, переработка пластиков построена? Первый, самый важный элемент – это флотация. Что это значит? ПЭТ, например, он тяжелее воды. И если в ванну загрузить дробленые хлопья, дробленую бутылку, то он весь утонет. А вот полиэтилен низкого давления, это крышечки, которые на бутылке, они все всплывут. И вот это разделение – это как раз основной момент переработки пластиков. Разделить по сортам и дальше по видам. И дальше перерабатывать. А вот ПВХ, когда в бутылке еще присутствует вот эта этикетка ПВХ, она тонет вместе с ПЭТом. Что происходит дальше? Если мы так отправим нашему потребителю, а потребитель запускает это через определенный техпроцесс, в котором есть там фильеры, из них получается волокно, например, как один из вариантов. Вот эта нить, которая должна формироваться для волокна, она срывается, начинает обрываться от ПВХ, плавится не так, как ПЭТ. В итоге это брак все. И присутствие ПВХ невозможно. И, соответственно, мы должны придумать техпроцесс, и мы придумываем, и не только мы, придумываем техпроцесс, как избавиться от этой этикетки. И это бич. Его, конечно, нужно запретить на законодательном уровне. Мне кажется, самый простой способ. Если уж есть... Или не покупать. Нет. Это все маркетологи делают, понятно, да. Им надо, чтобы было красиво. Но задача – можно сделать красиво, только на законодательном уровне нужно запретить. Из чего исходя, не просто запреты нельзя, исходить из возможностей переработки дальнейшей. Мы же не хотим, чтобы эта ПВХ-бутылка, а раньше так было, мы ее не принимали, ее выбрасывают и захоранивают. Мы же этого не хотим. А раз не хотим, давайте сделаем так, чтобы у производителя не было возможности размещать вот эту ПВХ-этикетку. Он может ее сделать, но не из ПВХ. Из ПНД, из ПЭТа, пожалуйста, делайте. Это можно сделать. Ну, вопрос, там, законодательство. Ну, понятно. Давайте вернемся к тому, что еще можно кинуть в синий контейнер. Еще, вот, пластик номер шесть, полистирон, полистирен. Что это? Да, полистирол. Сразу пример. Его, это одноразовая посуда, ее туда не надо бросать. Мы уже говорили. Йогурты. Пластиковые стаканчики с подсметаной тоже самое. Да. Крошки, какие-то эти белые, которые закроют, можно кидать. Нет. Это все то же самое. Нет. Это можно перерабатывать, но в процессе это будет кошмар. Переработчики просто заплачут. И сортировка вынуждена будет их, если еще до нас, вынуждена будет это выбрасывать. Либо формировать отдельно, но это будет непросто, потому что это ломкое все. Представляете, идет, как сортировка производится. Да, есть машины, которые сортируют, но машина может отсортировать крупные элементы. Это дорогие машины, импортные, европейских производителей. Она выбрасывает крупные, да, может отсортировать. Но когда идут вот такие мелкие ломкие кусочки, еще и грязные, когда цвета даже не видно, она это не отсортирует. Это все пойдет в мусор и будет захоронено. Ручка пластиковая можно? Нет. Нет. А игрушка детская разломалась пластиковая? Пластиковая. Думаю, тоже непонятно, из чего она сделана. Пластик. Для народа это пластик, мы выбираем для народа. Он не маркирован. Ну, если большая, например, машина, то, наверное, можно, да? А мелкие детали. Вы знаете, нужно смотреть со стороны... Мелкие детали от большой машины. Вот мы просто поймите, нас смотрят телезрители, они сейчас смотрят, и им интересно. Нет, это мусор. У большинства много пластиковых диск игрушек. Это можно или нет? Кузов отрываешь отдельно. Давайте посмотрим на это со стороны переработки. Я хочу, чтобы мы поняли, нельзя охватить неохватное за один раз. Правильно. Мы сейчас находимся на первом этапе переработки. Мы хотим максимально, условно сейчас, отбросив пластики, которые сейчас переработчики не в состоянии переработать, ввиду там состояния их оборудования, технологий, это будет всего лишь там 10 или 5 процентов потерь. Вот сейчас нужно с этим смириться и забрать 90 процентов пластика, которые можно переработать. Вот игрушки детские, к сожалению, в это не входят. Представьте себе, если идет автоматическая сортировка, попадает кузов от детского машины, вот если он попал под эти пластики, может быть машина его и выстрелит в нужное место. Но дальше машина не идеальна. Всегда за машиной стоят люди, которые делают контрольные проверки. И когда стоит сортировщица и к ней приезжает детский кузов, она не понимает, что это. И она это выбросит однозначно, иначе это будет брак. Вот этого кузова хватит, чтобы тонну, испортить тонну или 10 тонн готовой продукции. Поэтому это будет выброшено однозначно. Поэтому лучше этого не делать. Вот эти стаканчики все полистирольные лучше пока не бросать. Это можно будет... Полистирольный это как? Шестой. Да, это шестой. Вы еще раз говорили, люди не знают цифру. Это сметана, одноразовая посуда. Вот это пока крайне сложно. Это можно будет перерабатывать и можно сделать. С этим сейчас будут большие трудности на этом этапе. А полиэтиленовый пакет, который в супермаркете дают? Пакет можно переработать. Здесь еще есть вторая вещь. Вот эти молочные все пластики, они содержат еще и красителя моря. Это еще одна проблема для переработки. Тем не менее, можно делать. В будущем мы сможем это побороть. Есть еще последний номер. Это 7. Это пластики, которые непонятно из чего состоят. И они безопасны, но непредсказуемы. У них нет никаких свойств. Примеры, какие можно привести. Это поликарбонаты какие-то. Нет, вы примеры... Вещами. Вещами, да. Люди не знают, что вы поликарбонат. Карбонат съедобный. Это у них вообще он съедобный. Ну что, конкретно? Даже мне здесь... Даже вы не будете выдавать, что поликарбонат. Нет, нет, даже описание, потому что мы... Бутылочки, например, для детей, вот игрушки какие-то... Вот они как раз содержат такие пластики. То есть опять детские игрушки? Да, в том числе. Или там все-таки, где стоит треугольник, и цифра 7 внутри. То есть вот это все, на это ориентироваться можно. Что, да, такая цифра, вот напомню, это такой вот треугольничек, написано по-английски other, семерка. Это непонятный пластик, его пока в переработку не возьмет никто. Точнее, не так. Его сложно будет различить, его сейчас выбросим. Ну, не важно, да. Пойдет на захоронение. Телезрителю не важно. Телезрителю важно понимать, что можно кидать, чтобы у вас не было проблем, а что нельзя. Хорошо, разобрались. Сейчас я хотел бы сказать еще об одном виде упаковки, который, наверное, пока не стоит бросать, но ее вообще, в принципе, трудно собрать. Это вот наши пакетики такие, в которых майонез, например. А, да. Вот такие вещи. Мы сейчас ведем такую работу с производителями, пробы, переработать, что из этого можно получить. Работаем над этим. Такие вот упаковки, например, из-под семечек. Семечек, правильно, да. Вот есть такие конфеты в упаковках, таких же, да, непонятных. Вот это не стоит бросать пока, потому что не переработается. То есть сейчас это на уровне экспериментов, когда... Следите за новостями. Будет понятно, что, да, так как мы, как предприятие, входящее в группу компаний экотехнологий, работаем также с законодателем, да, и с российским экологическим оператором, то мы, конечно, когда сможем перерабатывать, дойдем до какой-то технологии, конечно, скажем, что давайте теперь включать это, будем это собирать. Или все-таки выходить с законодательной инициативой, да, тогда, ну, или через лица, которые имеют это право на то, чтобы на законодательном уровне запретили производить тот мусор, который не подлежит переработке. Ну, да. Который нельзя переработать. Да, потому что иначе это тупик, то есть это все равно пойдет все на свалки, и будет у нас вот это и горение, и диоксины эти прекрасные. Я хотел бы... Забрезнение природы. Я хотел бы вернуться еще к нашему первому звонку, когда нам сказали, что о том, что вот, ну, некрасиво это все выглядит у нас, да, я хочу так поделиться просто опытом, как это сделано там, пусть не в Германии, да, а там в постсоциалистических странах, что я видел. Даже Москва не самый интересный пример. Я бываю там в Москве и вижу, когда стоит, ну, знаете, раньше так выглядели пункты приема стеклотары, вот, скошенная крыша, все, вокруг железа, открываются ворота, и там внутри контейнеры. Вид, конечно, ужасный, при том, что стоят красивые дома вокруг. Зато ничего не разлетается. Вот. Важно, что у нас в городе сейчас прекрасно выглядят, например, остановки. Спасибо администрации. И все, и не везде. Да, но они новые, они имеют там довольно приличный вид. Я видел решения в центре вообще великолепные, достойные, просто достойные решения. В центре Москвы, в смысле? Нет, в центре Твери. Очень достойно, например. Ну, понятно. И что сделать нас с достойными остановками? Что можно сделать? Можно сделать, важно что? Чтобы не разлетался, птицы не растаскивали, чайки растаскивают, все, да? Нужно сделать крышу, желательно скатную, красивую, да? И сетку. Да, такая вот беседочка, закрытая, скорее всего, и с одной стороны открывающиеся ворота. Это принято, я это видел неоднократно в Европе, когда вытаскивается этот контейнер, вывозится на колесах, прекрасно загружается, загоняется назад. Крышки открываются, чтобы есть и закрытые крышки. Потому что, как говорила Татьяна, крышка, она кажется тяжелой, но когда она лежит закрытой, ее приподнять, небольшая проблема. Другое дело, что я пришел с чистыми руками. Я не хочу эту крышку открывать, конечно. Поэтому крышки открываются, контейнеры заталкиваются туда, и ни птицы, никто не имеет доступа к этому. Более того, в кварталах уже цивилизованных, так как понимают, что за мусор приходится каждому платить, каждому дому платить, для того, чтобы туда непонятно кто из условно деревни, где просто люди экономят деньги и хотят привезти в город и вывалить, чтобы этого не происходило, ставят, конечно, ключик, выдают всем на связочке ключей вместе с магнитиком, там еще ключик, от этого щелк открыли, завезли. Так несознательные рядом положите, с деревни приехавшие, понаехавшие. Ну, это уже надо звонить тогда и говорить непорядок. А куда звонить? Наверное, полиция должна это забирать. Должна или правда? Не знаю. К примеру, Татьяна, это же ВИЧ, особенно микроэнов, которые совсем граничит сельской местностью. Ну, к сожалению, я не сталкивалась с ситуацией, когда изловили нерадивых, а то бы я обязательно об этом рассказала и пригласила вас. Ну, это проблема, да, это проблема микроэнов, юность и так далее. А мне бы хотелось поднять одну тоже очень важную тему. Ну, вот здесь вот специалисты сидят, чтобы разъяснили, некоторые люди считают, что они решают проблему с отходами, особенно на дачных участках или в деревнях, что они сжигают этот пластик. Ну, и вообще весь мусор. Вот вы могли бы, как специалист, пояснить, почему все-таки не стоит? Диана, извините, обязательно поясните, почему нельзя сжигать мусор, у нас просто телефонный звонок. Слушаю вас. Здравствуйте, это опять Александр Анатольевич. Очень большое вам спасибо, что подняли эту тему на телевидении. Я надеюсь, что через месяц у нас все-таки появятся какие-то положительные результаты, поскольку жители уже обратились к губернатору главы города Твери, да, с замечаниями, недочетами, то, что у нас происходит в наших дворах. Это совершенно недопустимая оценка, отрицательная работа. Вот. И мы надеемся, что через месяц у нас в нашем дворе, в который у нас приезжали, мы все-таки увидим образец того, что у нас должно быть в Твери. И в случае, если, конечно, не будет никаких подвижек, люди будут вынуждены обратиться в приемную нашего президента. Слушай, извините, поэтому работать нам всем еще придется. Спасибо большое вам еще раз звонок. Итак, Герман Геннадьевич, почему нельзя сжигать мусор у себя на даче с чувством выполненного долга? Ну, сжигать это токсины, да, это плохо. К сожалению, часто побороть это невозможно. Надо только сказать, что сжигать, наверное, безопасно можно... Бумагу. Вероятно, вот отход там листья, что-то такое. Ну, это понятно. Диана имела эту промышленную мусор. Нет, я имела в виду, объясните про пластику, про диоксины, потому что люди не понимают, насколько это опасно. То, что я знаю со своей, я не химик, это всем. Так само хозяйное участка? Безусловно, и его детям, и его внукам, и его соседям. Про соседей не будем, потому что такая тема сложная. А вот то, что... Потому что, когда жгут пластик, вот эти вот диоксины, токсичные вещества, которые при сжигании пластика выделяются, они при вдыхании, период полураспада в теле человека этого вещества 30 лет. И, кроме того, он имеет еще свойство накапливаться в почве, соответственно, вот в растениях, которые растут. То есть, вот пожег под вишенкой там своей, или под яблонькой вот этот пластик. Это все впиталось, и ты потом, и твои внуки будут это много лет кушать. Вот мне вот этот момент, потому что люди сжигают. Я знаю, что очень часто... Я хочу сказать, что, наверное, у нас еще один этап впереди. Хотя каждая страна идет своей дорогой. Но многие страны пошли по пути того, чтобы как раз вот людям дать возможность бесплатно... У них бесплатно вывозят мусор, им выдают мешки. Там то, что мы говорим о ранее раздельном сборе. То есть, там, пластик, отдельный мешок, стекло, железо, металл. Ну, понятно, вывозят бесплатно. Четыре вида отхода вывозят бесплатно. Это решение вот как раз для вот таких дачных поселков и других территорий. А кто в итоге за это все-таки платить-то будет? Это, во-первых, это все собирается, вывозится бесплатно. Мало того, если человек это делает, соглашается, это надо задекларировать, что я буду раздельно собирать, в этом случае даются бесплатные мешки и контейнер меньше. Из-за контейнера, вот, ну, уже этот Запад, он оскому набил, да, надо, уже будем говорить о России, что надо бы сделать в России так, чтобы вот человеку положен контейнер. Он 400 килограмм в год производит мусора, значит, у него должно быть там, условно, столько-то такого-то объема. Ну, понятно, то есть человек будет выигрывать по финансам. Особенно это касается частных домов, да. То есть ему говорят, вот у вас контейнер вот такого размера, вы платите за него, условно, 500 рублей в месяц. А вот если будет контейнер вот такого размера, вы будете раздельно собирать, то это будет 200 рублей. У нас сейчас снова бесплатно отдавать. Должно быть рекламу не показывают, по крайней мере, сколько я понимаю. Или пока еще, нет, еще пока можем пообщаться, да, и в итоге. В итоге людям становится выгодно, потому что они меньше платят за мусор, и у них бесплатно забирают остальное. Они пластик не сжигают, они его в мешок весь. Вот финансовая составляющая вообще такой важный момент для некоторых людей, да. Есть, конечно, совсем осознанное. В моем вот окружении очень много людей, которые разделяют уже давно отходы. Вот я сама этим занимаюсь с 14-го года. Это совершенно уже не составляет никакого труда. Это уже образ жизни. И уже у меня как раз я пришла, начиная от раздельного сбора, я пришла к тому, что я уже меньше просто произвожу мусора, потому что для меня, ну, это уже реальность. Я понимаю, что если я этот мусор покупаю, то он пойдет, в общем-то, на свалку, да. Пока у нас строится система разбора, та, которая есть, синий контейнер. Это важно сейчас. Нужно наладить этот сбор. Мы, в свою очередь, как завод вторичных полимеров, готовимся к переработке, к увеличению сбора от вас, уважаемые жители. Вот такое здание будет красивое, построено на химволокне уже в следующем году. Будет украшением, наверное, химволокна. И мы сможем принять увеличенный объем пластиков. Спасибо. Татьяна, у нас буквально две минуты, поэтому мы столько выслужили. Вот вопрос, насколько все-таки сложно идет проблема просвещения народа. Что сделать, чтобы люди все-таки раскладывали мусор? Ну, мы видим большую просветительскую деятельность, да, это сотрудничаем и с экоактивистами-общественниками. Вот с Дианой множество проводили мероприятия и так далее. И с Тверским заводом вторичных полимеров тоже вместе со студентами взаимодействуем, с домами культуры, со всеми, кто на нас выходит с инициативами и сами предлагаем инициативу. Мы организуем региональные конкурсы. Ну, понятно, а по факту? По факту, есть ли отдача что-то? Да, конечно. Ну, естественно. Во-первых, дети вовлекаются в конкурсные процедуры, значит, они изучают эту тему и они ее представляют. Вот тот же раздельный сбор. Это молодцы дети. Что вы видите по факту, когда вот приезжает ваш грузовик и валится мусор? Что вы видите? Ну, я вот как уже сказала, да, что наши люди все-таки ответственно подошли к возможности сортировать мусор. И они все-таки стараются в синий контейнер нужный мусор отправить. Ну, и грязные, грязные, не грязные, да? Да, вот было сказано о том, что у российских... Да, надо споласкивать. Все, споласкивать или прям мыть? Ну, в идеале, наверное, там где-то, да, за границей опять же и моют. Но у нас, может быть, взять в привычку себе сполоснуть бутылку. Во-первых, если ты собираешь вот этот на вторсырье в синий контейнер, это может быть пакет стоять не закрытый, и он не будет пахнуть, потому что ты его сполоснул. Ну, у нас вот какая проблема, да, в квартирах это запах все-таки от мусорного ведра. Если ты сполоснул, то есть мусор будет, ну, не будет доставлять дискомфорта какого-то. Желательно еще и эту бутылку сворачивать. Ну, понятно. Вот. Ну, и, конечно, мы вот тут говорили о том, что к опасным отходам, да, надо, соответственно, относиться. Есть про батарейки, это первое, что приходит в голову, да? Есть такая программа. Во-первых, у нас Алексей Задонский, один из предпринимателей Твери, он уже много лет назад запустил сбор батарейок по Тверским школам. Ему большие аплодисменты, он по собственной инициативе это сделал. То есть, и у нас дети уже приучены были к этому собирать. Теперь мы по всему региону запускаем эту программу в рамках СД-батарейки с Дюрасел. И два раза в год они отправляются в Ярославль на переработку. И они точно идут на переработку. И стреляли со всей области? Мы с области, региональный оператор, логистику выстраивает, чтобы собрать со всех школ, которые заявились в эту программу. Их больше 240 школ. А можно, пожалуйста, все учебные заведения, которые желают участвовать в этой процессе, могут заявиться, и тогда они тоже в эту карту схему попадают, вывозятся батарейки, аккумулируются в Твери, и затем Ярославль. Мы здесь вынуждены перебить. У нас программа пролетела очень быстро, не все еще обсудили. Поэтому приглашаю еще раз обсудить тему. Тема очень важна. И касаемо батареек, и ламп. Дорогие телезрители, самое главное все-таки старайтесь сортировать мусор. И вот как, кстати говоря, вообще Диана, и уменьшать его количество. В целом. Старайтесь всякий раз думать, когда вы покупаете что-то в упаковке, что вы с ней потом будете делать. Все-таки мы живем. Это правда. Ноль отходов. Ноль ярких движений присоединяйтесь. Ноль отходов. Поэтому старайтесь не мусорить. Меньше производить мусор. Да, и меньше производить мусор. Это была программа «Тема дня». Хороших вам и чистых окрестниц, где вы живете. Дорогие гости, спасибо, что нашли время. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Всего доброго.